Я хотел бы вам одну вещь сказать, ребята, по ситуации, если вы помните то, что произошло в Каспийске с 1 на 2 января в этом году. Помните, убили парня Агайя Магомедова, отца пятерых детей. Сейчас обвиняемого Самсонов Игорь Евгеньевич, 25-летний Самсонов Игорь Евгеньевич, который, если вы помните, он был в Ярославле. Прекомандированный за неделю до убийства Агайя. Вот, вот. Его, короче, сейчас хотят переквалифицировать со 105-й статьи на 109-ю статью. Переквалифицировали. Уже переквалифицировали. Его, как будто бы он... Умудрился. Да, этот, там как получилось, сейчас я вам скажу. Якобы он нападал. Ага, якобы нападал. А никто ни на кого не нападал. Так. У него было три вида оружия. Пулемет, автомат и пистолет. Тот человек, который убил Агайя, этот Самсонов, якобы 105-е убийство, статья, он был на 109-ю, это нечаянно, типа, по неосторожности, да, этот. Якобы этот, да, да, по неосторожности, якобы он убил по неосторожности Агайя. Тогда. Да, и самое интересное, это то, что есть видео, что на месте, ну да, фотка из видео, и на месте преступления, убийства Агайя, находился не только этот Самсонов, еще два сотрудника полиции были. Гасанов Ше и Иврагимов И. Гасанов и Иврагимов. Они были рядом. Один слева рядом, другой справа. Он стоял между ними. Переди него стояла в черном платье Казеева Марина, которая сказала, стреляй. Да, девушка, сколько ей лет это Казеева? 90-го года, что ли, 87-го, вот, 90-го. Вот. И это Хадежа, она сестра. Да, 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 вот, Агайя сестра. Так вот, там на видео четко видно, как Агайя стоял между двумя сотрудниками полиции, нашими ребятами, дагестанцами. И разговаривал с сотрудниками. Разговаривал, справа один стоял от него. И с ним разговаривал. Он разговаривал с этим сотрудником справа. И показывал на Казееву Марину, которая впереди стоит. Рукой правой показывал. А выстрел произошел с левой части. То есть ему попало сюда и вылетело с шеи. Где ты? Ой, она. Позже, положите здесь еще. Покажи нам. На, покажи. А, вот. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, куда попало. Две трети от Угра рта в лицо. То есть он слева стрелял. На 4-3-4 метра расстояния. Поняли, да? И вышла справа с стороны шеи. Отсюда, вот. Отсюда попало, отсюда вышло. Агайя на него не смотрел. Сбоку, сбоку. Выстрел был сбоку. Покажи, пожалуйста. И по всей видимости он даже не понял, что произошло, мгновенно умер. Агайя на него не смотрел. В его сторону. И не разговаривал с ним. Вот, посмотрите, стоит стрелявший. А теперь посмотрите ноги. Видите ноги? Вот сюда, ноги туда. А я стрелял отсюда, сбоку. И упал на спину. Упал на спину. Правая рука вверх. Видите? Ноги как. И стоят сотрудники полиции. А как Самсунов стоит? А вот там стоит штрелок, пулемет в руке. Правая рука на этом курке. То есть, это о чем говорит? Слева. Это говорит о том, что от Агая слева стоял он, выстрел. И прямо похоже, прямо видно, что реально слева попала траектория. Получается, Агая сотрудник полиции убил. Агай на него не смотрел. Вообще не смотрел. Он даже не видел момент выстрела. Он даже не то, что с ним не разговаривал. Он на него... А давай видео покажи. Видео покажи. Ну, видео надо каждого отдельно посматривать. Слева смотрите на Самсонова. Подожди, сейчас. Реакция. Скажи, что реакция на убийство. У всех есть реакция на убийство. Интересная реакция этого человека была. Интересная очень. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Он подходит и отходит. Видите? Убийца. И отходит. А вот два сотрудника полиции рядом стоят. Только выстрелил. Только брата Павловна. Телефон продал. Поверяйте. В черном стате оботвое пульс проверяйте. То есть... Да на! Вы за ним не смотрел. Явно очевидно, что человек, человек даже не видел выстрел. Он выстрел, он даже, он видимо справа разговаривал с сотрудником. Не справа, он прямо стоит, разговаривает и сотруднику рукой объясняет. Прямо стоит девушка. А тот слева. Его материт в черном платье. А тот просто стрелял слева. Агай даже на него не смотрел. И самое интересное, они говорят, что... Покажи. Агай сам, оказывается, он хотел чуть ли не напасть на сотрудника полиции. Прыгал на него. Да, как бы прыгал на него. А здесь же заключение, есть экспертизы. Сейчас, так, так, так. После трупа, если бы прыгал бы он, он упал бы лицом вниз. В крови не обнаружен этиловый спирт и желчи, наркотических веществ не обнаружено. У Агая не обнаружено. У Агая не обнаружено. Ну, это понятно, Агай был трезвый. А теперь посмотрите для интереса, что объясняет Самсонам. Что Агай прыгал. Что Агай хотел прыгнуть. Видите. Если бы он прыгал, он упал бы лицом вниз. Если бы он прыгал бы, он в такой позе был бы, он бы лицом вперед упал, но назад, разбросанными ногами, не оказался бы никак. Получается, что следствие в Ростове специально уводит дело так, чтобы спасти этого сотрудника, прикомандированного. И полностью его оправдать. И оправдать. Потому что от Агая исходила угроза. Ну, а вот что говорится на свидетелях Кирякина, которая вызывала милицию. Показывай. Сейчас я покажу. Подожди, 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 подожди. У меня здесь есть. Протокол написано. Слово протокол. Вот он. Протокол. Кирякиной в белом пальто, который вызывала милицию. Сейчас я покажу. Это протокол допроса. Кирякиной. Вот этой барышни, которая устроила вот этот весь скандал. Видите? Печать, роспись, как положено. Кирякина с Алихат. В белом пальто. Они же слышат ли? Да, да, да. Слышат сейчас. Смотрите. Смотрите. Вопрос следователя. Сколько было выстрелов? Ответ. Выстрел был один. Они сказали три, да? Он и сам судов говорит, что предупреждал выстрелить. Дальше. Вопрос следователя. Предупреждал ли сотрудник полиции о своем намерении выстрелить? Она говорит. Нет. Сотрудник полиции о своем намерении выстрелить не предупреждал. Все получилось быстро. Он слева истрелил. Вопрос следователя. Производил ли сотрудник полиции предупредительный выстрел в воздух? Ответ. Сотрудник полиции Предупредительный выстрел в воздух Не производил Вопрос От него Исходила ли от Агая Какая-либо опасность В адрес сотрудника полиции Который произвел выстрел Ответ От Агая в адрес сотрудника полиции Который произвел выстрел Опасность не исходила 2 числа 5 утра Посмотрите протокол чтобы не думали что это мы сами придумываем так, 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 вот 2 числа видите? 2 числа тоже ночь сразу 5 утра то есть никто ее обработать, как говорится, не мог то есть сама сама это Кирякина, да, который вот этот бардак устроил Материла, да, и Агайя она сама говорит, что сотрудник полиции никаких предупредительных выстрелов не делал а он утверждал, что он делал он утверждает, что он предупреждал и кричал, Агайя, стой! якобы он предупреждал, предупредительный выстрел делал девушек спасал он а самое интересное, где эта бумага, где эта экспертиза подожди его в ладонях ничего, это самое покажи этот сейчас, да, интересно интересный момент, да, это это вообще беспредел взять человека убить сейчас скажу а все экспертизы дают доключение, что у него на руках никаких следов от ее клеток от ее, он ее даже не касается не то, что ее, ничего нету кроме своих следов личных этих, как его, клеток да, да, да а, и еще два с половиной миллилитра крови у Самсонова взяли это не хватило такое количество крови так, объем крови смотрите, самое интересное, да, что делают экспертизы, да экспертиза экспертиза под номером девятнадцать смотри, секундочку Магомедов С.А. покажи, пожалуйста вот экспертиза, да, ребята это вообще цирк какой-то это не цирк, это страшная жизнь вот экспертиза вот что пишут они эксперт пишет Магомедов а они взяли кровь у этого Самсонова недостаточно два с половиной миллилитра и теперь пишут что этой крови недостаточно для определения наркотических и психотропных веществ вопрос возникает а что Самсонов сопротивлялся дать больше крови, да или они не знали кто мешал взять больше крови кто помешал то есть сам эксперт берет мизер крови специально чтобы потом сказать ее не хватило для того чтобы взывать заключение вы представляете да, что происходит дальше скажем маразм просто что геляйкину экспертизу когда сделали говорят что кроме клеток покажи это тоже сейчас здесь у меня вопросники зависли сейчас здесь есть сейчас для интереса вот вот так у нас ребята честно говоря ломают дела в прямом смысле слова парня убили который даже не знал кто в него стрелял даже он нет он даже не понял он не смотрел на него он разговаривал с сотрудником момент выстрела он даже его не видел этот момент выстрела его просто наповал убило он даже ничего не понял и у него рука правая вверх а потом подходит в черном платье убеждается что он мертвый Казиева Марина и уходит в сторону машины обратно на втором видео когда приехал опять подходит опять она поднимает его от земли кричит помогите да чтобы поменять его траекторию руки и та правая рука которая у него была вверх она в итоге оказывается когда приехали уже милиция в сторону перпендикулярно своем телу она его подняла шевелила после смерти убедившей смерти то есть получается получается что следствие в Ростове делает все возможное чтобы спасти этого сотрудника самсонов Игорь Евгеньевич и полностью его оправдать потому что он спасал девушек но сама девушка самое интересное никаких следов нет у этого Агая на этой девушке ни пальцев ничего экспертиза говорит что на ладонях Агая других частях эпидеальных клеток отсутствует и клетки Кириакина отсутствует и другие кроме самого Агая клеток то есть руки чистые получается что он не душил во второй экспертизе Бедятова Зарема Экстер она говорит что почему тогда следы у нее на шее следы связаны с тем что это она могла сама себе рукой сделать такие синяки это говорит экспертиза это не мои слова есть вот с печатью синий как полагается интересно получается мне знаешь что удивительно убийство произошло в Дагестане следствие должны производить следователи местные по территориальности на ком основании следствие перевели проводить в Ростов кто просил не знаю в материалах дела есть что кто-то обращался чтобы перевели Куровнев с Москвы написал как написал постановку это я сейчас только ознакомилась вот буквально это кто такой руководство их начальник наверное Куровнев чтобы передать для беспристрастного то есть они тагистанские следователи обвинили в пристрастности да что они 105-ю незаконно применили они такие законники и взяли в Ростов забрали а убивали в Каспи и в итоге Павла Самсонова полностью оправдывает депутаты Ярославля походят мэру города Ярославля и говорят окажите нам поддержку наш сотрудник девушек спасал а сами девушка говорит меня удары никто не наносил это экспертиза это показания вот единственное что Агай меня толкнул и вот показывает она вначале говорит толкнул а потом говорит души в итоге экспертиза показывает что никаких следов души на руках клеток у Агая нет это говорит а откуда это на синяки это такое место расположение которое можно самой себе рукой нанести и это беспристрастность мало того Самсонов говорит что Агай находился в прыжке в рывок хотел сделать и кинуться на него и завладеть оружием у него три вида оружия и я ему говорю что стой отхожу делаю выстрел воздух а он продолжает прыгать если бы он хотел прыгать он сразу прыгнул первое второе сотрудники стоят справа и слева как он может прыгнуть третье куда он может прыгать если он стоит слева в трех метрах расстоянии от Агая Агай разговаривает с сотрудником который справа а он стоит слева и из-под тяжка стреляет потому что Козей говорит стреляй вот реальная картина такая ребята у нас нашим следователям не доверяют оказывается когда речь касается прикомандированного сотрудника полиции который убил нашего парня на глазах детей Агая Агая дети плакали его убили и никого не спросили забрали отсюда дела увезли и все показания которые дает обвиняемый являются основанием для того что ему верить а меня потерпевший даже не уведомляет о том что передаю простов не уведомляет что судебная экспертиза назначается не вызывает я тоже могла вопросы задавать то есть как бы меня потерпевший А адвокат ваша женщина как повел Василия Майя Камаловна за моей спиной в сговоре с Валиулиным прикомандированным в мае месяце Валиулина Рина Графимовича вступила с ним в сговор расписалась сама мне не сказав что она ознакомилась вообще не показав эти экспертизы и я в течение пяти месяцев вообще не понимала недоумения то есть от меня скрыла о том что она ознакомилась что она расписалась и не сказала с разговор с прикомандированным с Исантуки Валиулиным Ринатом пока еще в Махачкале находилось дело а потом он взял и в Ростов передал от нас подальше Агая убивали в Каспийске в 20 шагах от его дома а дело расследуется в Ростове и полностью оправдывает жестокого убийца который убил безоружного здесь пишет если человек не угрожал жизнью и здоровью стрелять нельзя тем более трое с оружием а один и без оружия вот самое интересное что получается во время убийства эти сотрудники полиции стояли как будто бы перед ними курицу пристрелили не реагируют просто стоят корову даже когда режут на какой-то уроза или что на Рамазан и то кричат там говорят что-то Аллаху подготавливают а тут человек упал они так смотрят все нормально то есть момент убийства момент выстрела Самсонова в голову целенаправленную Маговедова Агая сотрудники полиции Гасанов Шамиль и Ибрагимов и сейчас имени не помню находились рядом с Агаем а один из них показания не дал вообще Ибрагимов и вообще показания не давал его в деле вообще а Гасанов Шей говорит я ее выписал на Ленина мне просто интересно человек находился в момент убийства рядом спокойно и он не дает показания это как ну то есть как будто бы их рядом не было Гасанов Шей говорит это видео в материалах где его приложено мы приобщали мы не знаем оно имеется или они его выкинули в мусор я приобщала но та адвокат моя которая должна была меня защищать меня консультировать она наоборот против меня пошла моя же землячка дагестанка Ильясова Майя Камаловна расписалась это видео это видео я им давала показывала хорошо приобщали оно же сейчас я это первый раз видел его нигде не видел его надо поставить пусть люди смотрят и пусть не говорят что они не видели да люди должны все знать иначе это не закончится получается нагло приехал парень убил человека который не представлял никакой угрозы не представлял находился по расстоянии 3 метра да и парабаховых газов на лице агарь даже больше нету да там на видео есть и я скринила каждое вот это движение и прям видно как он держит левой рукой ствол длинноствольный вот это пулемет чтобы он вниз не уклонился ноги на ширине плеч стойко он прицелился именно в голову человеку который даже не смотрел на него если бы Агай к нему повернулся лицом он бы попал в центр лица а когда Агай смотрит прямо в сторону вот этой девушки в черном платье и разговаривает с правой стороны он стреляет и попадает именно в щеку две трети от уголка рта и выход с правой стороны шеи эта траектория выстрела доказывает что убийца жестокий стоял слева от Магомедова Агай пороховых газов на лицо Агайа нет расстояние получается было более трех метров так смысл зачем он стрелял что он хотел приказывал от Азиева стреляй а она кто такая кричать стреляй безоружный безоружный человек вообще он даже не понял кто его убил он даже в момент убийства когда его стреляли он не видел а Самсонов врет чтобы выйти от ответственности выстрел в упор потому что Агай прыгал на него чтобы с автомата попасть в голову человека который находится между он не то что не суперстрелок он вообще по моему с головой не дружащий человек это Самсонов целенаправленно выстрел человека безоружного не представляющего никакой угрозы взял на месте я считаю я считаю надо обращение сделать прокуратуру республики Дагестан подсказать Сергею Адимовичу Меликову как главе республики Дагестан при нем убийство было все дагестанцы были возмущены он должен этот вопрос проконтролировать как получилось так что человек из обвиняемого превращается в невиновного хотят превратить в невиновного 109 уже применили 105 по неосторожности он окажется просто неосторожно убил неосторожно все материалы следствия говорят о том что было совершено обычное убийство жестокое убийство мужчины без сама самое интересное это Карякина да сама Карякина которая создала этот конфликт сама эта барышня подтверждает что этот убийца ни предупредительного выстрела не делал ничего ни угрозы не было со стороны не исходило не исходило сама дала показания в 5 утра что агай угрозы для Самсонова не исходило не исходило никакая мало того еще рядом стоят по бокам два сотрудника полиции как он минует их пыль и бок на него он якобы это получается три человека здоровый лоб впереди с пулеметом стоит по бокам справа слева стоят сотрудники нашей дагестанской впереди женщина в черном платье еще сзади белом полиции сам агай был ростом какой был метр семьдесят шесть метр семьдесят шесть ростом ну не циклот скажем так а то два метра ростом выше на лоб и получается что три сотрудника полиции так испугались агая что решили на месте убить четыре так получается нет сотрудники полиции просто когда даже агай упал знаете вот так посмотрели они не отреагировали по видео никак но самсон он бы нашел и отошел но самсон убийца реакция на убийство он подходит же с левой стороны убеждается что агай умер и быстро уходит в другую сторону чтобы его не снимал никто это на видео видно что он подходит и быстро отходит девушка белым пальто роняет телефон свой у нее телефон разбивается в этот момент то есть он говорит ты че прям кричит ты че мат по-моему да мат говорит сейчас не хочу а девушка которая стояла Казиева Марина в черном платье впереди агай вот как раз она и стояла впереди она перешагнув через агай наклоняется над ним пощупывая рукой пульса проверяет убеждается что он мертвый и уходит обратно в сторону такси черной прибыли когда уже скорая приехала и сосед стал снимать самого работника я перезвоню Асламбер подождите и она повторно подходит и вот это видео уже все видели и она уже на втором видео которое снимает сосед потом я позже могу тоже сказать и он показывает вот Самсонов прикомандированный убил именно он показал его вид как будто выполнил какое-то задание спецзадание этот момент вот это Казиева который в первом видео убедилась что он уже мертвый и отошла на втором видео театрально подходит Агай берет его за куртку поднимает от земли уже мертвого зная что он уже умер в первом видео и кричит помогите-то и в этот момент она его поднимая с земли может она это делает и специально подменяет его траекторию руки правой у него траектория правой руки впадение было вверх от тела правая вверх когда во втором видео он начинает его поднимать убедившись в первом видео что он уже мертвый опять поднимает рука в сторону она решила убедиться что он умер она театрально показывает или может ей специально сказали чтобы она его расшевелила и его рука оказалась в стороне то есть перпендикуляра в сторону и потом они говорят вот у него уроки были в сторону а тело перпендикулярное правое и левое и вот таким образом он нападал на него его руки это допас там же видео показано там не получается но это так ну у них же получилось короче говоря надо делать соответствующее обращение и чтобы разобрались потому что получается дагестанский следственный комитет ни на что не способный неправильно а у них какие были на то основания чтобы сказать что неправильно расследовать было ли какое-нибудь основание причина чтобы сказать вот видите такая же Магомедов вы неправильно расследуете значит мы забираем абсолютно не были и поэтому они когда я просила здесь у нас в Дагестане когда умоляешь просишь заберите дело где-то там расследовать они не делают не делают а здесь никто не просит они забирают сразу что говорит о том что они хотят спасти задницу это ну и все ребята и сегодня пришло мне уведомление чтобы я ознакомилась с уголовным делом по 109 статье хотят ее утвердить оставить и передать суд по этой же статье 26 октября меня сейчас вызывают чтобы я полностью с делом ознакомилась когда назначали экспертин вызывали когда постановление выносили не вызывали а сейчас уголовным делом вызвали и еще по 109 вызвали короче они испытывают терпение думаю дагестанцы это будут жрать убили парня отца 5 детей беззащитного безоружного и еще продолжают над нами раздеваться не мало того ты помнишь публикации кучи же были что якобы он нападал они защищали он нападал он девушку убил сама девушка а эти сами признают что он никого не трогал ни удар не наносил и ничего и экспертиза показала что у него на руках следов ничьих клеток нет ничьих только его получали даже ногти срезали под ногтями это все говорят экспертиза эксперты кто были подожди садыков моисеев батьятова зарема очень правдив все экспертизы правильные они в основу легли я не знаю если они в основу легли как 109 тогда образовалось на образце мы на генетическом признаке мужского пола который признак образце Слены Карякина выявлено женского пола на представленных наследных активных средствах с трупом Магомедовым обнаружены эпицейские клетки генетические признаки которые принят облицить номер 2 настоящее заключение и исходили от Магомеда то есть его же свое родное здесь написано что клеток исключается кто хочет отправьте постом выложите пожалуйста экспертизу они не мои слова это реальные документы с синей интересной получается еще раз показываю ребята ноги посмотрите ноги да вот ноги вот так а вот стреляет сбоку и он на спину упал видите а он стреляет сбоку а как он мог угрожать ему если он даже на его сторону не смотрел видите вот ноги и траектория выстрела показывает вот выстрел пошел бок прям по фотографии как он мог угрожать Самсонову если он находится даже не в его направлении но заметьте с левой стороны с левого плеча ага стоит сотрудник сотрудники полиции стоят рядом как он может прыгать на Самсонова рядом прям притыкнему стоят два сотрудника полиции да рядом то есть он разговаривал с правым он разговаривал с сотрудниками полиции а кто-то просто от страха или отчего нажал какой он дебил какой страх где здесь страх здесь страха нету как может быть страх если она даже на него не смотрит для них даже вот такой маленький захотел и выстрелил вот и все захотел выстрелил вот такая вот и траектория выстрелы покажите, что он выстрелил именно в левую щеку и выше шеи. Явно видно. Вот он. Его здесь видно. Покажите. Явно видно выстрел, куда попал. Ход и выход. Вот он выход. И здесь видно. Ход от щеки и выход с шеи. Вот как он стоял, так и выстрелил. А вот он. Видите, шея сбоку. Вот так вот, ребята. Параховых газов тоже нет. Берегите себя, ребята. Знаете, вот такие вещи творятся. Вот что это такое. Так что будем, ребята, разбираться. Будем разбираться. Так дело оставлять нельзя. Убивать, приехать парня отца пятерых детей, который не представлял никакой угрозы. Этому Самсонову права никто не давал. И депутаты Ярославля защищают убийцу. Если они, доплевать на них хотели. Депутаты Ярославля защищают убийцу. Если они защищают убийцу, значит, и они сами такие же убийцы. Хуже. Потому что нормальный человек убийцу отца пятерых детей защищать не будет. Еще обманывать, что прыгал. Из девушек он ударял. И видео есть, и экспертиза есть. Что девушек он не бил и никого не душил. Видео выставим. Все, ребята, давайте здоровья вам всем. Просто, что могли, материалы есть. Будем дальше смотреть, разбираться, как, что. Но этого человека никто... Не имеем права сделать так, чтобы он ушел от ответственности. За свое убийство он должен понести ответственность. У нас нету такого. Дагестанцев сажать, а пришлых, которые приезжают командированные, с пулемета убил. И индульгенции никто им не дал. И они забыли, что Конституция Российской Федерации гарантирует жизнь и права любого гражданина Российской Федерации. Так не бывает. Права преступника защищать, а парня, который никого, ничего не сделал, его взять, убить и сказать, как мечом не бывало. Обозвать его насильником. И еще насильным. Еще его же они тхайли, грядью поливали. Работником полиции был мой брат, с 17-летним стажем работал. У него не хватило, по-моему, до пенсии. 13 дней до пенсии уволили его. И он, и такое имеет служебную характеристику, где написано, она у меня имеется в синей печати, что в самых тяжелых ситуациях обладает высокой выдержкой. Печать и подпись, да, у меня есть печать и подпись руководителя управления транспортной полиции. И он знал в такой ситуации, как себя вести. Поэтому он их отошел в сторону своего подъезда, в сторону белой машины Веста, где стоит Приора. И объяснял сотрудникам, показывал на этих девушек. А Самсонов просто, который стоит, стреляет с пулемета в голову. В голову. И он, а Гайка, ты не понял, кто его убил? Он ничего не понял, в момент умер. И он упал на спину, и поза трупа на спине, правая рука вверх. Он бедный, он даже ничего не понял, он моментально умер. А Самсонов говорит, что на него прыгали. Да, ну Самсонов много чего болтать может. Хорошо, друзья, давайте здоровья, удачи, будем разбираться дальше. Продолжение следует...